сегодня мы поговорим про освоение марса именно ту часть что необходимо первым колонистам первым марсиалам которые прилетят чтобы выжить на этой суровой безжизненной планете первый вопрос который необходимо нам рассмотреть это жилье чем будут жить наши будущие марсиане или возможно мы как возможно мы потом прийти на марс типы жилья которые будут там присутствовать это жесткая конструкция то есть металлическая металлическая конструкция которая уже изготовлена до прилета на марс и уже все в этом виде туда прислали и она там уже функционирует это надувная конструкция когда вы это все равно что нудная палатка вы ее в сдутом виде отправляете туда в маленьком контейнере за прилетает и там надувается и все счастливы и печатные конструкции это новые разработки сейчас большая часть исследований наса и других космических агентств направлены на то чтобы применить 3d принтеры для печатания жилых помещений для будущих колонистов и сейчас подробно рассмотрим преимущество каждого из такого жилья жесткая конструкция какие у нее плюсы минусы в том что плюсы в том что это самое прочное и всех трех видов она меньше всего подвержена каким-то механическим повреждениям внутри уже все установлено все оборудование все системы жизнеобеспечения вы просто приходите туда в чате тумбер тумблер и все работает и вы можете уже с первых минут того как вы находитесь на марсе приступить к полноценной жизни полноценным исследованиям и из недостатков это большой вес нужно заплатить очень много зеленых денег деньги это самый главный вопрос все космические экспедиции не только марса большие габариты для того чтобы человек нормально функционировал у него был достаточный объем больше достаточно площадь чтобы он мог комфортно себя чувствовать нужно один большой модуль или много небольших модулей которые между собой соединяются состыковывается и как я уже говорил то большие затраты на доставку потому что большой вес большой объем и нужно еще для того чтобы доставить такие большие модули на вас нужно разрабатывать системы для посадки таких габаритных грузов как они могут там представляться эти такой тип жилья на марсе это либо отдельный модуль что видно вот на этом вот этой фотографии он отдельно стоит от посадочных модулей от джетный модулей и когда астронавта туда прилетает они покидают свои космические корабли и переходит туда же и второй тип они могут быть интегрированы в посадочные модули вы прилетаете на марс и прямо и вам не нужно чтобы начать жить и исследование вам не нужно никуда выходить по большому счету вы сразу приступаете к работе выходите наружу только для того чтобы брать какие-то образцы проводить какие-то внекорабельные работы и третий тип это интегрированный жилые модули в ровер и для чего такое нужно это нужно для того чтобы проводить очень длительные исследования на больших расстояниях от самого особо самой марсианской базы это приблизительно одну-две недели потому что ресурсу скафандра вон маленький буквально со 8 10 в нем проводить несколько даже если перезаправлять его автономную систему и жизнебеспечения неудобно проводить вот буквально даже несколько дней не говорят в неделе или двух следующий тип жилья это надувной тип конструкции такой тип конструкции появился с недавних пор его разработала американская компания бегелого aerospace уже два раза он испытывался в беспилотном варианте на орбите земли сейчас третий раз испытывается уже в составе международной космической станции и все проходит успешно и уже ходят слухи о том возможно следующие орбитальные станции будут на половину если не по большей части состоять из таких модулей так вернемся к марсу в чем плюсы таких надувных конструкций малый вес малые габариты вы присылаете на марс маленький маленькую упаковку и потом уже ее надувайте также небольшие затраты на доставку потому что маленький вес маленький габариты минусы когда вы давать внутри ничего нет вам нужно с нуля установить все системы проложить все коммуникации стоит все оборудование все настроить и протестировать и запустить чтобы она работала и это занять может взять время может недели может месяц и все за того насколько много у вас систем нужно настроить и установить и также и одними и достатка является это недостаточная прочность к механическим повреждениям то есть если будет какая-то авария связанная с с тем что нанесется какое-то механическое повреждение либо оборудованием либо тем же сами ru роверами на поверхности марса она могут утратить свою целостность и прийти в негодность что не очень есть хорошо они могут быть разных форм они могут быть отдельно надуваться как здесь на этой рисунке показано отдельно от всех других модуль они могут быть пристыкованные к переходному отсеку сначала потом уже надуваться и переходной всех уже будет частью этого жилого комплекса либо уже сразу интегрировано весь модуль и являться только половина или частью этого модуля все остальные системы уже будут встроены в жесткую конструкцию вокруг которой будет надуваться уже само это помещение дальше печатной конструкции как я уже говорил это новая идея она находится только на стадии проектов на стадии идей и на стадии начальных экспериментов что на себя представляет почему это так актуально потому что актуально идет что вы собой практически ничего не везете земли для того чтобы построить себе там на марсе жилье максимум что вы собой привозите это скорее всего внутреннее оборудование в жизни коммуникации и возможно даже переходной отсек вот он кстати тоже может быть надувным либо печатным это уже покажет будущее как именно каким будем пользоваться какие есть на данный момент несколько типов предполагаемых печатных жилищ это когда вы вроде какой-то котлован и вокруг него строите купол вот пока показано здесь и уже там тебе обустроить и несколько уровней для жилища и к нему уже впечатано и также пристыковывать и к нему переходной отсек вокруг которого печатаете самый купол в следующий тип это один из проектов нас а кстати студенческий один из победитель конкурса который был у нас и поэтому по этому проекту на марс прилетает плачный модуль в которой интегрированы уже жилые отсеки и вокруг него печатается такая двухстенная конструкция которая обеспечивает защиту от внешних условий она полностью герметична а также она обеспечивает защиту от внешних воздействия внешней радиации и этот тип почти практически такой же самый как и здесь вот только он уже печатается вам практически в котловане который вырывается и сверху уже насыпается грунтом чем будут отличаться 2 и 3 тип конструкции от 1 1 тип конструкции жесткая конструкция она будет использовать скорее всего использовать для кратковременных экспедиции потому что там не предусмотрена долговременная защита от космической радиации и 2 3 тип дубная печатная они сделаны так что их можно сверху укрыть марсианским грунтом достаточно нужным большим слоем для того чтобы защитить от радиации и плюс в там не будет иллюминатора вы не сможете выйти и посмотреть что творится наружу вам нужно бы поставить камеру какую-то внешнюю или же выйти в переходной отсеке там миллиметре посмотреть так что не будет окон будет только одни двери следующее и тут можно проследить такую некую эволюцию возможную эволюцию жилья которая будет которым будут жить наши будущие марсиане сначала они то прилетают и некоторое время живут в тех жилых модулях которые привезли с собой либо которые прийтили раньше них то есть временное жилье для того чтобы они могли за это время которые будут там жить инсталлировать надувные модули которые обеспечат им увеличение жилплощади а также площади для оборудования которое они могут использовать также для оранжереи про жире и потом расскажу после того как уже все живут в надувных модулях долго счастливо прилетают новые команды они также живут жилых модулях и земля уже надоело прислать эти надувные жилые модули и земля говорит все хватит давайте дешевле как-то денег не хватает после этого скорее всего уже начнется если исследования и уже эксперимент эксперименты на месте по постройке печатного жилья вот и когда уже колония достигнет больших размеров на тысячи миллионы человек все это перерастет в два варианта либо все будут жить долго счастливо под куполом под светлым марсианским небом либо все будут жить под землей в пещерах как это было фильме вспомнить все почему возможно эти два варианта вариант жить в пещерах у него очень большое преимущество те что поверхность марс защищает вас от радиации и для того чтобы жить в городах подобно таких под куполом нужно чтобы материал из которой она состоит обеспечивал ту же самую защиту от радиации вот это вот самое самый большой камень преткновения в космических исследований марсианских это радиация которая марс не не обеспечив защиту от этой самой космической радиации потом пойдемте дальше поговорим о системах жизнеобеспечения что необходимо чтобы эта самая система жизнеобеспечения делала необходимо чтобы она контролировать атмосферу давление от обновления воздуха хранения компонентов воздуха а также хранения аварийных запасов которые на случай каких-то непредимых ситуаций это пожарный контроль и контроль качества воздуха вода это естественно производство воды хранения и также и контроль качества термоконтроль нужно вырабатывать для самое тепло нужно перемещать его между модулями с помощью какого-то теплоносителя по коммуникациям нужно лишнее тепло куда-то либо отдавать в окружающую среду либо сохранять каких-то банках в термосах специальных которые будут хранить его там для тех моментов когда будет недостаточно энергии для производства этого самого тепла и и пассивную изоляцию для того чтобы холод не проникал внутрь и тепло лишнее не уходило отходы жизнедеятельности с этим тоже очень надо быть осторожным потому что есть такая конвекция по планетарной защите которая говорит о том что если человек находится в космосе или на ком-то другом небесном теле то он не должен загрязнять это небесное тело по той причине что эти самые отходы которые он там оставит они потом повлияют на результаты всех тех исследований которые будут там проводить возможно те бактерии которые там оставит они как-то мутируют разовьются потом человек их найдет и скажет о мы нашли жизнь мы рады мы счастливы а оказывается что это человек сам занятую жизнь поэтому с этим нужно с отходами нужно быть очень осторожным нужно те отходы которые невозможно переработать сухие например либо их использовать для оранжереи либо их хранить в очень защищенных герметичных местах и вот эти вот четыре системы они на данный момент в современной космонавтике пилотируемой уже отработаны на орбитальных станциях человечество уже все эти системы умеет конструировать строить усовершенствовать единственное чего не хватает чего нам нужно еще сделать это сделать системы которые будут использовать местные ресурсы для пополнения сам тех самых компонентов воды и атмосферы в этой системе жизнеобеспечения для того чтобы все было хорошо и не приходило земли вести дорогостоящую воду кислород нужно научиться в первую очередь добывать из марсианского грунта воду она там есть вот и потом эту воду перерабатывать часть воды естественно на кислород который будет использоваться для дыхания и остальные газы которые будут смешиваться с ним кислородом азот и аргон его научиться будет добывать из марсианской атмосферы и когда это уже мы научимся это делать можно будет сказать что мы практически готовы жизни на марсе вот мы подошли к той самой защите от радиации как я уже говорил марс не способен защитить его обитатели от солнечной радиации от графической радиации особенно от от радиации тех всплесков радиации которые возникают во время солнечных вспышек и тут есть два очень простых и радикальных способов это сказать для того чтобы человек мог спокойно существовать первый способ он касается конструкции которые будут использоваться для временного жилья и для коротких экспедиций на марс тут есть два способа первый это во время тех самых всплесков солнечной активности когда повышается уровень радиации нам нужно команду собирать в одном месте и внутри самого отсека спец инсталировать специальные щиты которые будут из из полимерных материалов содержащих водород и эти сам эти самые щиты будут временно защитять защищать команду от тех списков радиации также еще можно создать некий такой отсек вроде бочки с двойными стенками где между стенками будут находиться большое количество воды это тоже хорошо защищать от радиации но только от солнечной вот космический от галактической радиации нам здесь ничего не поможет потому что там все плохо следующий тип это постоянная постоянная защита которые лучше всего применять для уже постоянных жилищ для постоянной колонии надувных либо печатных это тот самый марсианский грунт который будет находиться под ногами астронавтов для того чтобы была защита приблизительно такая как на земле нужно будет насыпать слой грунта где-то пять метров выше крыши самого жилого модуля это когда он обеспечит плотность это где-то будет тысячу грамм на квадратный сантиметр это под плотности на этой на этой площади будет достаточно чтобы не было никаких последствий от действия космической радиации следующее у нас обеспечение пищи тут тоже два варианта поставки земли и местная еда поставки земли они хороши для тех кто будет прилетать туда на кратковременной экспедиции им нет смысла если не плетает на месяц на два какой-то один регион марса нет смысла оранжерей какие-то начинают строить и выращивать там еду они собой взяли какой-то определенный запас использовали и улетели также поставки земли они хороши для и если уже говорить о постоянных поселенцах они хороши тогда когда вы прилетаете на марс и первое время только установите все оборудование и запускаете в работу все системы и до того времени когда вы уже настроили оранжерею и вырастили первый урожай после этого вступает в игру этот раздел местная еда тогда когда уже поселение может выращивать сама для себя еду она в этом плане становится земле независимым соответственно стоимость исследований марсианских уменьшается и на земле все счастливы и говорят что вы марсиане молодцы сэкономили нам денег мы вам пришлем что-нибудь другого за эти деньги вот марсиане радуются мы теперь мы будем скоро воевать за независимость мы теперь можем пищу себе сами выращивать и в чем тут еще такая маленькая не маленький нюанс местной пищи который марсиане будет сами себе выращивать то что это будет абсолютно вегетарианская еда нет смысла ввести туда животных или насекомых выращивать потому что чтобы вырастить их нужно сначала вы накормить их но из-за всего жить еду для них это нужно в раз десять больше чем они отдадут поэтому самый правильный и единство решения что все кто будет жить постоянных марсианских колониях они станут вегетарианцами ну тут уже придется вступить в игру диетологом которые придумают им диету чтобы в их организм поступало полностью все витамины все минералы все необходимые элементы какие уже эксперименты проводились на земле по выращиванию по моделированию выращивания на марсе растений это нас и проводила еще внизу нидерландах университ проводил они выращивали в аналогах марсианского грунта выращивали обычные земные растения это редька горох салат картошка и помидоры единственным нюансом в этих случаях урожай был это большая концентрация тяжелых металлов в этой в этих в этой пище но потом после того как уже начали проводить исследования с этим урожаем и люди специальные испытатели принимаете эту виду в пищу оказалось что в принципе такую еду можно принимать пищу и люди стали живы нездоровые живут счастливы даже гордятся тем что они испытывали марсианскую еду следующие источники энергии на данный момент у нас мировой космонавтики есть не так уже много источников энергии которые мы можем использовать в космосе и том числе и на марсе и которые уже отработаны и являются эффективными первое это солнечные батареи ой простите и опять что не нажал солнечные батареи они уже со времен начала космическая используются в космическом деле и принципе не представляет трудности отправить на марс большое большое число тонкоплевочных солнечных батареи которых можно развернуть на марсе даже несколько тысяч квадратных метров этого полотна и будут она давать достаточное количество электроэнергии для колонии из нескольких человек следующий источник энергии является и тех из или я и по-другому обычно ядерной батарейках марсианин там он грелся такой штукой у себя в ровере что такое ретех там это обычный радиоизотопный термоэлектрогенератор там используется к материал как плутоний 238 он излучает тепло это тепло потом перерабатывать перерабатывается в электричество у такого источника энергии есть много недостатков на самом деле первый недостаток это дефицит того плутония 238 его осталось в нас а то есть на земле где-то на три космических миссии они прошлом году и там была горячка они там начали в попыхах открывать обратно от производства этого изотопа для того чтобы не у них не прекратились эмиссии в дальний космос также у этого источника энергии следующий достаток это его маленькая кпд кпд 10 процентов вот все остальное тепло которое она излучает частично идет на нагрев оборудования внутри этого правда один установлен частично просто уходит в пространство и последний недостаток это его маломощность самые мощные ретеги которые используют космонавтики они имели мощность 300 ватт то есть вы можете на нем запустить 300 ваттных лампочки накаливания не больше поэтому чтобы например колония даже из 48 человек полноценных функционировал нужно отправить целую пачку этих ретегов и каждых 10 лет при этом до новую пачку этих ретегов и следующий источник это новинка современной космонавтики сейчас nasa работает над опытных образцом это уже полноценный ядерный реактор он уже будет иметь мощность до 10 киловатт что помню будет достаточно для того чтобы снабжать энергию небольшую колонию принципе и но его если недостаток его еще не существует полетных образцов и он еще не отработан вот все ждут тридцатого года когда нас обещает что появится первый образец и не отправят его в космосе он будет работать так следующее скафандры для того чтобы марсиане не не сидели постоянно у себя внутри герметичных помещений а выходили наружу и нужно этот особый вид одежды и есть два возможных типа скафандра которые будут использоваться на поверхности марса это первый это полужесткий скафандр что почему полужесткий потому что у него торс ран ранец и сам шлем они не съемные они это монолитная конструкция они не двигаются ни права ни влево и подвижные только сочленение в руках и в ногах и для того чтобы нагнуться и сесть вам придется выполнить вот такое вот упражнение вам вы не сможете просто встать и так и нагнуться что-то взять вам придется съесть на одно колено а потом с трудом встать обратно но у этого скафандра есть кроме этого недостатка есть еще куча преимуществ первое то что он полностью автономный как отдельный космический корабль вы подходите к люку пристыковать скотному люку открывается за сзади ранец открывается как шлюзовой отсек оттуда выходите туда входите и он очень быстро приступает может приступить к работе в отделе комбинационной системы охлаждения ровно один штекер или два подсоединили к скафандру влезли закрыли дверь и пошли работаете уже и следующее преимущество такой скафандр и не заносит внутрь в станцию пыль потому что когда вы работаете доказала доказала лунной экспедиции когда вы работаете на поверхности небесного тела на за счет статистического электричества на поверхность скафандра очень много пыли накапливается и когда вы входите обратно в космический корабль вся эта пыль остается как не скамбле она потом попадает ваши легкие в глаза в уши везде куда только может поэтому у этого скафандра преимущество он постоянно находится на поверхности марса и все что при котором накапливается она остается там же за пределами корабля следующий тип это мягкий скафандр такой скафандр использовался во время экспедиции полон на на луну его какие преимущества он очень универсальный тот предыдущие полу жесткий скафандр он может использоваться только в одной конфигурации на поверхности планеты вы не можете сесть в нем внутри космического корабля и чтобы он вас защитил в случае времени ситуации или же выйти где-то через обычный люк в открытый космос мягком скафандре вы можете использовать один скафандр для взлета с земли для того чтобы использовать его для выхода в космос на трассе земля-марс вы можете его использовать для посадки на массу и потом использовать для работы на марсе он очень универсальный у него все съемные комбинезон то есть отдельные перчатки съемные шлем съемный ранец съемные и он может быть очень компактно упакованный как тоже говорил а универсальность его он очень он подвижный в том смысле что вы можете выполнять природные движения то есть нагибаться вы можете вам не нужно визуально на колено садиться можете вот так накнуться ну при этом приложение некоторые усилия и он недостаток его и рассказывал он пыльный ну в принципе это все вопросы которые хотел рассказать я буквально только несколько дней назад считал что очередное исследование которое ну по данным opportunity или curiosity вот они выяснили что они проанализировали и теориты которые упали на которых были там частички металла например и проанализировали окисление и они пришли к выводу что там воды нужно на поверхности нет около 20 миллионов лет то есть добывать ее откуда то ну если она может есть что-то для марса приводной жизни то она очень глубоко под землей находится вопрос зачем вообще туда лететь жить по поводу этого по поводу curiosity curiosity ездит в кратере гейла это одно какое-то маленькое место до этого проводились с орбиты с помощью специальных детекторов по-моему нейтронный и было доказано что в северном полушарии там где равнинные части слой грунта до несколько метров содержится достаточное количество воды это где-то приблизительно на на ведро грунта одета максимум литр вот и сам curiosity тоже давал такие результаты исследований по поводу то что вы говорили последний следы я их не читал ничего сказать не могу сравнить с теми предыдущими тоже боками сниму зачем тогда лететь вообще причин может быть много зачем лететь спасти человечество от вымирания случае глобальной катастрофы спасти человечество от перенаселения на земле это просто исследование марса гораздо проще из потому что это интересно исследовать марс например с одного места поставить большой город на марсе постоянную колонию следовать ее с одного места чем постоянно летать коротким экспедициями земля марс туда обратно тратить много времени много ресурсов это форпост для полета в более дальний космос потому что с марса намного проще будет стартовать и лететь дальше чем земли нужно будет тратить меньше ресурсов ну не знаю сохранение всей информации дублирования тоже на марсе в случае каких-то там непредвиденных обстоятельств на земле зомби апокалипсиса или там кометы какой-то вопрос да вот такой вопрос постоянно поднимался нас они работают только по такой схеме они не работают людей насмерть не посылают как там говорят некоторые они работают только по схеме туда и обратно но у них тоже записано уже в программе их несколько масса что если все пойдет хорошо кратковременной экспедиции будет приносить результат и все будет окей мы организуем постоянной колонии люди будут поставить постоянно предать постоянно жить вот ну бы средства возвращения будет все равно они захват могут захотят вернуться но тут есть минус когда человек долго проведет в условиях низкой гравитации ему уже организм приспособиться к этой планете ему будет если не смертельно то очень трудно вернуться обратно на землю потом следующее ну все знают его на маска вот он представил свой проект транспортной системы многоразовый который обеспечивает туда-обратно очень дешевые полеты но только за счет того что это во первых будет очень полностью многоразная система взлетная ступень и полетная ступень она будет многократно в использовании плюс сама летная ступень будет перезаправаться на орбите и на марсе за счет производства топлива уже на марсе то есть сначала надо отправить завод который будет проводить топливо потом уже отправлять обратно людей на этих транспортных средствах и что еще ну марсван тоже есть но они предполагают полет только в один конец но оговаривается что если будет возможно использовать технологии для возвращения то колонисты смогут использовать но тут же тоже есть несколько нюансов во первых когда туда колонисты прилетают они получат какой-то опыт они не могут просто взять улететь этот опыт никому не передать они должны подождать других колонистов если хотят лететь придать это опыт им для того чтобы они могли обосноваться и не терять время на приобретение опыта опять а потом уже если будет познать медицина возможности организма ради бога пусть улетают про пещеры я говорил что в том смысле что для того что построить пещерный город пещерного города нам придется самим вырыть эти пещеры потому что мы еще не обнаружили никаких естественных образованием по этому поводу если не обнаружатся то наверно проще будут уже строить там готовых пещерах а так если строить подземные города то придется писать на масс землеройные машины и рыть рыть и рыть до сложнее чем построить построить какой-то данную модуль и накрыть его грунтом сверху все монтуры спасибо